Ядерный арсенал Великобритании окончательно устареет к концу 2030-х годов. Это означает, что перед новым правительством, которое будет сформировано в 2015 году, встанет выбор – начать создание нового ядерного оружия или попытаться продолжить срок службы существующего. Однако новый документ, опубликованный Королевским объединенным институтом оборонных исследований, проливает свет на то, насколько ядерная программа Великобритании зависит от США. По соглашению о взаимной обороне между США и Великобританией, страны активно обмениваются ядерными технологиями и даже деталями для боевых комплексов. Такое сотрудничество – краеугольный камень особых отношений двух стран. В 2014 году договор собираются продлить. Проблема в том, что на данный момент неясно, каким будет ядерный арсенал США. Это значит, что Великобритания не сможет создавать оружие, пока США не определится с программой. Ввиду того, что США не выработали четкую программу Великобритании, возможно, придется выбирать между постепенной заменой боеголовок сомнительными элементами или же сохранением ненадежного арсенала. Отказ от такого выбора может стать лучшим выходом для Великобритании. Мы считаем, что у Великобритании не должно быть ядерного оружия. Но что действительно серьезно, так это разговоры о так называемом независимом средстве ядерного сдерживания. Так его называет правительство и проядерные силы. Но, конечно, оно никоим образом не является независимым. Если Великобритания не может самостоятельно принимать решения по своей безопасности и внешней политике, это настораживает, так как означает, что мы зависим от другого государства в этих важнейших сферах. Соглашение о взаимной обороне между США и Великобританией вызывает вопросы и по другой причине. Независимые юристы заявляют, что, сотрудничая в ядерной сфере в таком масштабе, страны практически нарушают международное соглашение о нераспространении ядерного оружия. Полина Бойко, РТ, Лондон.